Чё простью наш я, не жали я, дай, Сердце своё, Россия, Сердце ты отдай, Россия. 20-й юбилейный фестиваль «Песни, рождённые сердцем» в минувшие выходные прошёл в районном центре культуры и досуга. В программе концерта приняли участие 33 артиста, как сольные исполнители, так и коллективы. Номера были разделены по тематическим блокам. Вокальный коллектив «Околица» закрывал блок «Родина. Моя, песни и Русь». Они принимали участие в крупном районном фестивале впервые. Сам коллектив появился в Доме культуры «Буревестник» два года назад. Песни о Руси, как делится их руководитель Валентина Тарантова, трогают сердце, поэтому девушки любят их исполнять. Мимо сердца, ну никак она не может пройти, пока её через себя не пропустят, чтобы понял зритель. И тогда песня всегда живёт, она вызывает эмоции, что у самого артиста, что у зрителей, который на тебя смотрит. Зрителей в зале было много, от детей с родителями до бабушек и дедушек. Они с удовольствием подпевали знакомым песням, чем воодушевляли выступающих. В зале сидело очень много пожилых людей, в зале сидели ветераны, в зале сидели бабушки, которые приходят к нам в Дом культуры на всевозможные мероприятия и праздники. Зал был тёплый, зал был добрый и это приятно. Исполняющая обязанности начальника управления по делам молодёжи, культуры и спорту Ольга Амарова отметила, что принять участие в фестивале приехали и гости из Новой Москвы, коллектив из Дворца культуры города Московский. Мы очень рады, что вы с нами, спасибо большое. И я думаю, нам надо продолжать эту традицию, обмениваться нашим замечательным опытом, наших творческих коллективов. Как известно, история фестиваля началась в 2000 году, тогда с идеей концерта «Солдатских песен» выступила Раиса Дивак, директор Дома культуры посёлка Мосринген. Ей на юбилейном концерте вручили благодарственное письмо. Спустя 20 лет фестиваль «Песни, рождённые сердцем» не потерял популярности. Здесь собираются люди, которые не только любят свою родину, но и поют о ней песни. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.